Принтеры, телеприставки, вайфай-роутеры, коммутаторы и ККМ-аппараты. Ассортимент оборудования, выпускаемого здесь, на предприятии Кыргазэлектроника, внушительный. Работает предприятие не больше года, а заказов уже предостаточно. Причем не только внутри страны, заказчики есть и за рубежом. Работают здесь 15 человек. Вот эти онлайн ККМ с функцией печати. Здесь есть NFC, здесь есть считыватель магнитной карты, есть считыватель чипа. Таких у нас устройств мы уже произвели 2000 штук, собрали. 30 тысяч – это задание перед нами поставлено кабинетом министра, выделены деньги. Мы сейчас готовим эти устройства для налогоплательщиков, для государственной налоговой службы. У нас есть партнер, который заказал у нас 20 тысяч вот таких телевизионных приставок. Покупатель у нас казахстанская компания. Стабилизировать экономику и увеличить бюджет страны, став главой государства, ровно три года назад такую задачу ставил перед собой Садыр Джапаров. Сегодня в секторах экономики увеличились объемы производства, а тенденция роста основных показателей сохранялась и в 2023-м. В нашей стране создаются условия для промышленного развития. Введено в эксплуатацию 60 крупных предприятий и создано более 7,5 тысяч рабочих мест. За три года через фонды и банки было открыто финансирование более 1,2 тысячи промышленных предприятий. Наша собственная компания Кыргыз Индустрия занимается реализацией около 20 проектов, а промышленные предприятия производят стройматериалы, азотные удобрения, фарфор и электронику. В сфере машиностроения совместно с Узбекистаном строим завод Алтентулпар по сборке и производству автотранспортных средств. Скоро начнется строительство завода Шахман, который будет выпускать спецтехнику. Строятся заводы по производству цемента, керамической плитки и керамогранита. Запуск новых и модернизация простаивающих предприятий, создающие тысячи новых рабочих мест, тоже значительно повлияло на экономический рост. Кыргыз Индустрия только за два года запустила 26 предприятий с общим уставным капиталом более 2,5 миллиардов сомов. На проектную мощность уже вышли порядка около 10 предприятий. Нужно отметить, что из этих 26 предприятий, где-то 5-6 предприятий модернизированные. То есть это предприятия, которые простаивали в силу различных причин. Это, например, крыглоспластик, крыглоскерамзит, крыглосстиль. В настоящее время, по оценкам экспертов, капитализация наших предприятий, крыглосиндустрии, составляет порядка не менее 6 миллиардов сомов. Мы не ограничиваемся какими-то определенными только отраслями. Мы и в строительной отрасли работаем, и в машиностроении, и в металлопереработке, и, например, в медицине, в медицинской отрасли, и, например, в пищевой отрасли, в легкой промышленности. К слову, легкая промышленность занимает одну из лидирующих позиций в общей структуре экспорта. В этой сфере заняты около 35 тысяч человек, не считая индивидуальных предпринимателей, которые работают на патентной основе. За три года были открыты порядка 20 предприятий в Тунском и Джетеогусском районах и Сыкульской области, Ваше, Козылкие и Токмаке. По итогам 2023 года отрасль легкой промышленности выработала продукцию на 16,4 миллиарда сомов. В 2022 году, если сравнить, легкой промышленности выработали на 9,6 миллиарда сомов. По итогам 11 месяцев экспорт составил где-то в районе 120 миллионов долларов США. Только за три года в легкой промышленности были созданы более 3 тысяч рабочих мест. Еще около 160 тысяч человек заняты в смежных сферах по поставке тканей и фурнитуры. При этом для текстильно-швейных предприятий создан благоприятный налоговый режим. Субъекты этой отрасли могут применять упрощенную систему налогообложения.